У меня хорошая память с самого детства, потому что мама мне с годика читала разные книжки, стихотворения. Я вспоминала их наизусть, и все эти стихи я помню до сих пор. Своё сегодняшнее выступление на проекте «Удивительные люди» я бы хотела посвятить своей семье, потому что они меня всегда поддерживают, и то, что у меня такая хорошая память, и то, что я приехала сюда, это их заслуга. София Агабабяна. София искупалась в аплодисментах. Привет. Здравствуйте. Сможет ли наша юная участница запомнить все наряды покупательниц в магазине? Узнаем вместе с Софией Агабабяной. Сейчас наша студия превратится в модный шоурум, куда соберутся девушки-модели, чтобы сделать покупки. Они выберут себе наряды, а затем выйдут на дефиле, во время которого участнице предстоит запомнить все детали каждого образа модели. Позже София должна по памяти восстановить все детали туалета, тех моделей, номера которых выберут звёздные гости. Ну, начинаем испытание для Софии Агабабян. Итак, первый. Наши модели должны выбрать себе наряды и после этого начать примерку. Ну что ж, приступим. Модели. Вау! Прекрасно. Вау! Как же это красиво! Отлично! Мне уже очень нравится. Так, вообще надо признать, что что-то моя жена водила у меня какие-то другие магазины. Там было не так. Там было не так, надо ходить с ней почаще. Этап второй. Давайте посмотрим, что подобрали себе модели. Начинаем. Дефиле. АПЛОеж ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Этап третий. У Софии есть три минуты, чтобы запомнить все детали туалета каждой модели. Время пошло. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время стекло. Ну что ж, а теперь этап четвертый. Девушки снова отправятся в примерочную, снимут наряды. Звездные гости могут... Помочь? Звездные гости могут назвать номер любой из моделей, а София по памяти восстановит все детали костюмов указанной барышни. Девушки, прошу вас в примерочную. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, я спрошу любого звездных гостей. Назовите, пожалуйста, цифру от одного до десяти. Восемь. Хорошо, восемь. Итак, модель номер восемь. Во что была одета модель номер восемь? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красные очки в виде сердца. Стоп. Красные очки. Давайте проверять на экране. Да, были красные очки. Дальше. Розовые бусы, сверху синий джинсовый пиджак и зеленое платье. Розовые бусы мы должны увидеть. Да, зеленое платье, джинсовый пиджак видим. На ногах золотистые ботинки. Да, и какие-то золотистые. Ну, обувь действительно, абсолютно верно. Спасибо большое, модель номер восемь. Следующая модель, прошу вас. Модель номер один. Один. Итак, проверяем, во что была одета модель номер один. Зеленое ожерелье. Никакого голодного убора не было? Не было. Дальше что мы увидим? Темно-желто-зеленую блузку. Проверяем. А, вот такая, вижу, да. Коричневую юбку. Коричневую, да. Ярко-зеленые туфли. Да, есть и яркие зеленые туфли, все верно. Все верно. Аплодисменты модели, спасибо большое. Оля. А модель номер три. Модель номер три. Воспоминания, во что была одета. Синие солнечные очки. Синие солнечные очки. Да, есть. Белая майка, ярко-желтый шарф и джинсовая безрукавка. Проверяем. Да, все так. Фиолетовые леггинсы, зеленые туфли. Леггинсы это что? А сейчас увидите. А, хорошо. Ну да, да, хорошо, это леггинсы. Яркие зеленые туфли. Яркие зеленые туфли. Прекрасно. Спасибо большое модели. И, ну, еще одна модель, пока все без ошибок. Василий не выбирал. Василий Адвич. Давайте. Давайте модель под номером пять. А вы выбираете, просто вам нравится число пять или понравилась модель? А? Профессора. Так, модель номер пять. Плетеное жерелье разных цветов. Там был и бежевый, и коричневый, и розовый, и голубой. А дальше? Темно-сиреневая спущенная рубашка. На ней поясная сумка фиолетовая блестящая. Отличное описание. Давайте проверим, так ли это. Ну, да, разноцветное жерелье, сиреневая рубашка и поясная сумка. Все есть, все верно. Юбка цвета хаки и ботинки золотистого цвета. Юбка цвета хаки. Ну, в общем, действительно, это цвет хаки отчасти. И, да, золотые такие. Здорово! Класс! Молодец! Это правда. Это правда. Ни одной ошибки. Это было здорово. Ну что, Оль, с вас и начнем. Слушайте, на самом деле, очень круто. Мне кажется, это очень помогло бы и мне, в том числе, при составлении гардероба. Потому что иногда ты сам не знаешь, что висит у тебя в шкафу. Вещи как-то затираются, забываются. Спасибо большое. Правда, правда, очень круто. И для вашего возраста. И продолжайте это делать. Я уверена, в следующем сезоне вы еще круче нас удивите. Спасибо. Евгений. Если бы вот обучение мнемотехники было бы вот таким, я бы не пропускал ни один урок. Я бы каждый день занимался. Я тебе желаю удачи. Ты молодец, ты удивила. Это было очень необычно. Спасибо тебе. Спасибо, Жень. Наталья. София, мне очень понравился тот же номер. Я вам открою маленький секрет. До бокса я мечтала быть моделью стать. Вот. Но я восхищаюсь вами, София. Вы молодец. Почему? Так быстро запомнить все. Но не каждый человек сможет. А ты это сделала. Умничка. Спасибо. 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 Большой Андреевич. Мы часто себя спрашиваем. А помогаете это в жизни? На самом деле, исследования показывают, что это помогает в учебе. И на самом деле, вот чтобы я отметил, не все наши телезрители знают, но мнемотехника очень помогает и ребятам, у которых есть проблемы с обучением. Поэтому, может быть, кто-то из наших передач вынесет что-то очень полезное для своего ребенка. София, спасибо. Это было здорово. Спасибо. Ты удивительный человек. Спасибо тебе большое. Спасибо.